В Самаре по решению суда взято под стражу начальника одного из отделов главного следственного управления областного главка МВД Веры Рабинович. Полковника юстиции подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. 15 миллионов рублей такая сумма фигурирует в деле. Деньги следователю передавались через двух посредников. Павел Баймаков продолжит. Это кадры задержания Рабинович в ночь на 18 декабря при получении части денег 2,5 миллионов рублей. Всего же, по версии следствия, за 15 миллионов действий в интересах потерпевшего, Рабинович обещала поспособствовать передаче в суд уголовного дела. Но, как выяснилось, ввела мужчину в заблуждение. Должностные полномочия Веры Михайловны в настоящий момент, они не предполагают возможность ею совершения тех действий, о которых ее просили. То есть ее должностные полномочия определены должностной инструкцией, и то, о чем ее просили, в этой инструкции нет. То есть, по сути, это был обман. По словам самой подозреваемой, имя того, кто передал деньги, ей известно. Якобы это член организованной преступной группы, который несколько раз настойчиво пытался отдать взятку. Главный вопрос, почему же в этот раз взяла деньги, так и остался без ответа. Тем не менее, свою вину Вера Рабинович признает полностью и сотрудничает со следствием. Но оставлять ее на свободе до суда, по мнению силовиков, опасно. Десять лет безупречной службы в органах внутренних дел ранее Вера Рабинович возглавляла следственный отдел Новокуйбышевска. В главном следственном управлении областного главка МВД полковник юстиции занимает должность начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики. Следствие также в основном полагать, что Рабинович может ускорить от сезонного правдовства, потому что не что произошло. То есть, в результате расследования Рабинович является действующим сотрудником полиции на стороне изложенного, а также сведения, приведенные в ходатайство перед судом об избрании отношения Рабиновича Михайловна, меры пресечения или заключения по сфере. Ходатайство следователя суд удовлетворил. Рабинович отправили в СИЗО. Меру пресечения избрали и двум посредникам, через которых передавались деньги. Их обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Это 56-летний житель Тольятти, руководитель одной из фирм Виталий Прокофьев. Мужчина той же ночью был задержан в одном из кафе аэропорта Курумыч при получении 10 миллионов рублей. На время следствия ему запретили выходить из дома в ночное время и пользоваться интернетом. По домашним арестам суда будет дожидаться вторая посредница птицы двухлетняя уроженка Кисловодска Жанна Назарова, которая непосредственно передала 2,5 миллиона рублей Вере Рабинович. Павел Байбаков, Роман Опарин. Новости губернии.